Профсоюзы держат руку на пульсе, отслеживая, мониторяя ситуацию на предприятиях и в организациях региона. Сегодня в рамках заседания Президиума Брестского городского объединения профсоюзов обсуждался актуальный вопрос занятость экономически активного населения Бреста. Тема важная, тема злободневная. Сегодня ситуация в областном центре довольно стабильна, однако есть и открытые проблемы. Неполная занятость, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя. Таких примеров немало, а это непосредственным образом отображается на заработной плате и социальной поддержке населения. В ходе заседания был рассмотрен вопрос взаимодействия профсоюзов с органами по трудоустройству и социальной защите. В этих условиях, когда проходит модернизация производства, реструктуризация, целью которой является повышение конкурентоспособности производства, но обратная сторона является сокращение неэффективных рабочих мест, сокращение людей. И в этих условиях нужно принять оперативные меры социальной поддержки и трудоустройства этих людей. Разработана специальная методология социально ориентированной реструктуризации. И вот эти документы, которые разработаны у нас в стране, нужно применять на практике и договориться об алгоритме действий. По данным управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома, уровень безработицы сегодня составляет 1,28%. Порядка 2200 человек официально нетрудоустроены. Проблема решается постепенно. Создаются рабочие места на новых предприятиях. За 8 месяцев их число достигло 1870. Однако ситуация по-прежнему остается непростой. Вопрос обеспечения граждан рабочими местами актуален. Создание рабочих мест ведется по двум направлениям. Мы ведем оперативный мониторинг по созданию рабочих мест на новых предприятиях, которые созданы в течение последних двух лет. Это один показатель. А второй показатель – те предприятия, действующие предприятия, в результате модернизации, совершенствования производства, которые на действующих производствах создают новые участки, линии, цеха и трудоустраивают туда работников. Нехватка вакансий среди наиболее острых вопросов сегодня. Их количество в сравнении с прошлым годом сократилось в два раза. А среди тех, которые предоставляются требования высокой квалификации. Всегда востребованных вакансиях, таких как грузчик, подсобный работник, уборщик территории, сторож, единицы. Для этих случаев предусматривается система переобучения. Активно прошел процесс набора в группы. В этом году мы направили на обучение на 30% больше, чем это было в прошлом году. Более 400 человек пошли получать профессии, которые будут пользоваться спросом на рынке труда. Работники рабочих специальностей, производственно-технического персонала. Как правило, требуется с опытом работы, с квалификацией. Также востребованы водители, продавцы, швеи в данный момент. Ну и другие, в принципе, все профессии, но не в таком большом количестве, которое было раньше. На предприятии «Цветотрон» Нина Трещейка работает уже 30 лет. Признается, несмотря на довольно непростой и кропотливый труд, невысокую зарплату, мысли поменять профессию и места никогда не возникало. Все потому, что дело свою женщина любит. За годы работы менялось многое, только не отношение к ней. Ну, естественно, меньшее количество людей. Ну, работа все та же, все тоже. Но вам работа нравится ваша? Мне очень. Мне очень нравится моя работа. Нравится смотреть. Вот смотрите, какие здесь вот радиоэлементы маленькие, да, вот эти вот все. И вот нравится за ними всеми смотреть, поправлять. Это у нас делает машина. А мы поправляем все, что нам надо, а потом доставляем вот эти вот большие радиоэлементы. Откусываем и запаиваем. Сокращений у нас не было, скажем, это было, было естественно то, как на любом предприятии. Значит, сегодня кто-то пришел, кто-то ушел. Это не касалось того, что не хватало объема. Потому что у нас несколько производств. И, в принципе, за счет того, что при падении объемов на одном производстве и увеличении на другом, это как-то компенсировалось. Поэтому вопрос тут так не стоял. То есть глобальных сокращений не было. Планы предприятия амбициозные. Среди приоритетных задач выполнения дорогостоящего заказа. Побывав на предприятии «Цветотрон», представители объединения профсоюзов отметили необходимо создание лучших условий для работников. Цель поставлена, а значит, есть над чем работать. Хорошо, что на предприятии сегодня есть заказ. Люди работают, работают с оптимизмом. И за это им хочется сказать огромное спасибо, потому что мы побеседовали с работниками, которые заняты на операциях для выполнения заказа госпитальмаша по поставке им радиоэлектронных элементов. И настроение у них как раз рабочее. Хотя понимаем, что, может быть, и не все условия, или их условия труда не совсем соответствуют как раз формировке труд-достойных. Вопросов к обсуждению в ходе визита было выдвинуто немало. Анализ ситуации в дальнейшем поможет решить ряд задач, от которых будет зависеть благополучие работников предприятий и организаций города.